Ислам — это поступок и поведение, примеры из жизни табаинов. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Валладзина джаау мин баадихим якулуна, Раббана, уфирлена, валиихванина, ладзина сабакуна бил иман, вала таджаал фи кулубина гиллян лиллядзина аману, Раббана, иннака рауфу ррахим». А те, которые придут в этот мир, после них воскликнут «Господи наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас, не насаждая в наших сердцах ненависти к тем, кто уверовал, Господи наш, воистину, те кроткие и милосердные». Сура собрания, аят 10. «Я свидетельствую, что мне божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого нется товарища, и свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его рабы и посланы. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем, поистине, Всевышний Аллах избирает из своих рабов тех, кто посвящает себя и его религии, искренне работают ради нее и являются верными ей и его посланием. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поведал, что самыми лучшими членами исламской умы считаются сподвижники, «Пусть Аллах будет доволен ими всеми». Затем табииньи, то есть последователи. Затем последователи табиинов сообщатся со словом Ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, что Пророк, мир ему благословит Аллах, сказал, «Лучшие из людей — это мое поколение, за тем, кто следует за ним». Эти люди представляют собой элиту, которая называлась лучшей и взяла на себя ответственность за знание, за которое она боролась против экстремистских отклонений, ложных нововведений и невежественных толкований. Причем священный Аллах похвалил табиинов, сочетал их со сподвижниками Пророка, назвал их благочестивыми, стал доволен ими и обещал им райские сады, в которых текут реки. Он сказал, «Васабикون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, رضي الله عنهم ورضوا عنه, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا». «Далек الفوز العظيم». Аллах доволен первыми из мухаджиров и ансаров, которые опередили остальных, и теми, которые благочестиво последовали за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. «Они пребудут там вечно» — это великое преуспеяние. Сора покаяния, аят 100. «Табиини являются самыми близкими киры пророка Миримубла и Славине Аллаха. Это следующее поколение за сахабами, с подвижниками. А таби и табиин — последователи табиинов — это третье поколение мусульман, следующее за сахабами и табиинами. Пусть Аллах будет доволен ими всеми». В связи с этим имам Аль-Бусайри говорит, «Все они у посланника Аллаха приобрели крепкие знания, что зачерпнув или глотнув из его моря или дождя легкого». Между тем, табиини сопроводили с подвижников, пусть Аллах будет доволен ими всеми, и научились у них знаниям. Сами сподвижники хорошо оценили приобретенные табиинами знания и их заслуги. Вед ибн Амар, да будет доволен им Аллах, высказался за Саида ибн Аль-Мусайиба, клянусь Аллахом, он есть муфти, как будто сказал, расспросите у Саида ибн Аль-Мусайиба, ибо он сопровождал праведников. Более этого, Саида ибн Аль-Мусайиб выносил фитвы при жизни сподвижников. А после смерти Хабра Аль-Омма, ученого всей исламской общины Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, в Мекке выносил фитви Атай ибн Аббирабах. А когда Абдуллах ибн Аммар, да будет доволен им Аллах и его отцом, прибыл в Мекку, люди задали ему вопросы. Он им сказал, «Амиканцы, вы задаете с меня вопросы, в то время как среди вас есть Атай ибн Аббирабах?» Таби неизвестны своей искренней любви посланнику Аллаха, мир ему благословение. Аль-Хасан Аль-Басрей, когда читал хадис, связанный с историей о ностальгии ствола Палмы по пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, плакал и говорил, «Араби Аллаха, древесина, ностальгирует и скучает по посланнику Аллаха, мир ему благословение, так вам следует чувствовать ностальгию по нему, более чем она». Таби не оказали максимальный почет пророку Мухаммаду, мир ему благословение Аллаха, ведь они сообщали его хадисы только в лучшем виде и первоклассной форме. Их последователи были таким же образом воспитаны. Абусалам Аль-Хуза'и, да смелствится над ним Аллах, поведал, каждый раз, когда Малик Ибн Анас собирался встретиться с людьми, чтобы им передавать хадисы пророка Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, совершал молитвенное омовение, носил лучшую одежду и расчесывал бороду. Однажды его спросили, «Зачем ты так делаешь?» В ответ он сказал, чтобы сохранить глубокое уважение к хадисам пророка, мир ему благословение Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, хорошо рассказал об одном из табиинов, которого зовут Уайсал Карани. Он был очень добр к своей матери. Пророк Мухаммад поведал, что молба этого человека принята Аллахом Всевышним. Сообщается, что Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, «Поистине, я слышал, как посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, лучшим из последователей будет человек по имени Уайс, у которого будет мат, и которого раньше покрывала белизна. Велитесь ему, чтобы он просил Аллаха простить вас». Далее, когда Умар ибн Хаттаб стал вторым халифом, он встретил этого человека и попросил его просить у Аллаха прощения за Умара, хотя сам Умар ибн Хаттаб имел степень почетности выше Уайса. Табиин и да помилюет их Аллах научились у сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения, как правильно понимать религию. Однажды у Аль-Хасана Аль-Басрии, который является одним из великих табиинов, спросили, верующий ли ты? И он ответил, «Есть два вида веры. Если ты спрашиваешь меня о вере в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников, рай, воскрешение и расчет, то я являюсь верующим в это. А если ты спрашиваешь меня о словах Всевышнего, «Иннама المؤمنون, الذين, إذا ذكر Аллаху, وجерат قلوبهم, وإذا тулият عليهم آياته, زадатهم إيمانا, وعلى Раббهم يتوكلون, الذين يقيمون الصلاة, ومимма رزقناهم ينفقون, أولئك هم المؤمنون حقا». «Верующими являются только те сердца, которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают его аяты, которые уповают на своего Господа, которые совершают намаз и расходуют из того, чем мы их наделили. Они являются истинно верующими». سورة دبيتشا آيات 2, 3, 4 «То клянусь Аллахом, я не знаю, отношусь ли я к их числу или нет». Комментируя эти слова, Имам Аль-Байхакеда досмеливается над ним. Аллах говорит, «Аль-Хасан размышляет о совершенстве веры людям которой Всевышний Аллаха بشار рай». Ведь Всемогущий Аллах сказал, لهم دارجاتون عند ربهم وماغفرتون ورزقون كريم им уготованы высокое положение у их Господа прощение и щедрый удел». سورة دبيتشا آيات 4 Они также хорошо осознали необходимость облегчения и применили его на практике в своей жизни. سوفيانا ثوري да смилостивится над ним Аллах сказал, «Для нас настоящее знание имеет целью найти облегчение на основании убедительного доказательства, а что касается усложнения, то все люди способны так поступать». الأزرق بن قيس рассказал следующее, «Однажды, когда мы находились в Ахвазии на берегу реки, чья вода высохла, Абу-Барзал Аслами прибыл на коне и начал молиться, оставив коня рядом с собой. И вдруг кон тронулся с места. Он прервал свою молитву, последовал за конем, потом вернулся закончить молиться. Среди нас был один из хариджитов, который принялся повторять, «Посмотрите на этого старика, который прервал свою молитву из-за коня». Абу-Барзал ему сказал, «Никто не ругал меня после смерти пророка мир ему и благословения Аллаха. Мой дом находится далеко отсюда. Если бы я продолжил свою молитву, оставив коня, я бы не смог вернуться к своей семье до ночи». В таком поведении Абу-Барзал Аслами шел по стопам посланника Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, который, когда бы не представлялся ему выбор одного из двух дел, неизменно выбирал более легкое из них, если только оно не являлось греховным. Причем, он, мир ему благословение Аллаха повелел, облегчайте, а не усложняйте, радуйте, а не отвращайте. Он тоже изрек, в чем бы ни находилась нисходительность, она непременно украшает это, и как только она пропадает, то непременно портит эту вещь. Они также в своей жизни применили на практике милосердие, солидарность и сочувствие. Али ибн Али ибн Аль-Хусейн ибн Али, да будет довольный им Аллах, тайно, щедро раздавал милости неубедным. Никто об этом не знал, а когда он умер, бедные потеряли своего попечителя. Во время ритуалного омовения умершего, люди обнаружили у него на спине и плечах следи переноски больших грузов в дома вдов и неимущих. Поэтому стало понятно, что это он приносил им пожертвования ночью. Сообщается, что на его иждивении находились сотни семей в Медине. Сострадание и солидарность не ограничивались мусульманами, но включали и мусульман, и не мусульман. Однажды Амар Абденазиз отправил наместнику Басри письмо, в котором написано «Посмотри среди немусульманского населения и выдели деньги из общественных финансов мусульман столько, сколько устраивает дела престарелых, слабых и неспособных к труду». Причем Амар Абденазиз взял пример с Амар Абденазиза «Хаттаба, да будет доволен им Аллах», когда последний увидел, как один старик из людей Писания занимался попрощайничеством. Тогда Амар Абденазиз сказал «Клянусь Аллахом, будет несправедливо, если мы поели плоды его молодости и оставили его без помощи в старости». Потом Амар выделил ему необходимы для него деньги из дома финансов мусульман. Ахалад и бнил-Валид, когда руководил компанией по завоеванию Ирака, заключил мирный договор с жителями Аль-Хири, которые были христианами, согласно которому, если христиан не в состоянии работать из-за старости или заболели, или обнищал, он и его семья получают содержание из казни мусульман. Так, все они последовали примеру посланника Аллаха, имя ему благословение, и применили на практике истинную религию. В этом отношении Аллах слава ему и величия сказал Сура испытуемая, аят 8. Кроме того, они проявили милосердие не только к человеку, но и к животным, птицам и тому подобное. Омар ибн Абдин Азиз отправил наместнику Египта письмо, в котором он посоветовал наместнику проявлять милосердие к верблюдам, сказав, «Мне сообщили, что в Египте есть транспортные верблоды, каждый из которых способен выдержать нагрузку в 1000 ратлов, около 453 килограммов. Когда ты получишь моё письмо, следите за теми, чтобы нагрузка на верблюда не превысила 600 ратлов, около 272 килограммов. Я также советую тебе не унижать или избивать их». Он в этой ситуации подражал пророку Мухаммаду, мир ему благословение Аллаха, когда он сказал владельцу верблюда, «Так неужели же, владея этим животным, ты не боишься Аллаха, который сделал его подвластным тебе?» Поистине, оно жалуется на то, что ты моришь его голодом и изнуряешь непосильным трудом. Вот что я хотел бы и сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хубала Аллаху, Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня, а мои братья в исламе. Одна из величайших особенностей табиинов это проявление наивысшей терпимости и мягкости к людям. Катада передает, как-то раз, «Мы вошли в дом Аль-Хасана Аль-Басри, когда он спал, рядом с его головой существовала корзина, в которой есть хлеб и фрукты. Так мы вытащили ее и стали кушать». Он проснулся, увидел нас, улыбнулся и начал читать слова Всевышнего Аллаха, «Ау садикикум, лейси алейкум джунах», или в доме вашего друга «Не будет грехом для вас». Сурасвет, аят 61. А также по словам Джарир Абн Хазима, «Да будет доволен им Аллах, однажды мы остались у Аль-Хасана до полудня. Его сын нам сказал, «Оставьте шеха в покое, вы обеременяйте его, он ничего не ел и не пил». Но Аль-Хасан сказал своему сыну, «Оставь их клянусь Аллаха, мне больше всего нравится встреча с ними». Это показывает самоотречение, хорошее знание о добродетели науки и ценность религии Всевышнего Аллаха для душ. Это должно служить по учительным урокам для того, кто говорит людям о религии Аллаха. Его речи должны основываться на крепких знаниях, иначе он сам собьется с пути, ведет других в заблуждение. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине Аллах не станет забирать знания, просто лишая его людей, но будет он забирать это знание, забирая к себе знающих. А когда не оставит он ни одного знающего, люди станут выбирать себе невежественных руководителей, к которым будут обращаться с вопросами, а они будут выносить решения, не обладая знанием, в результате чего сами собьются с пути и ведут в заблуждение других». Табиины были хорошими примерами, которым последовавшие за ними имами стремились подражать. Имам Малик ибнанас, да будет довольным им Аллах, который является одним из последователей табиинов, составили свой сборный хадисов Аль-Муатта. А однажды Абу-Джафар Аль-Мансур сказал ему, «Я решил, Павел Ильи, сделать много копий твоей книги, то есть Аллах, а затем разослать ее в разные земли мусульман, чтобы они следовали ей и не отходили от того, что в ней изложено, и чтобы они отказались от остального знания, потому что я вижу, что основа знания — это медина и передача знания из нее». Имам Малик откликнул, а Павел Ильи правоверных не делая этого. Поистине, до людей уже дошли мнения, они слышали хадисы и передавали риваяты, и каждая группа людей уже практикует то, что до них дошло, и в вопросах, где есть разногласия, придерживается именно этого, как религии. А отдалить их от того, к чему они привыкли, крайне сложно, и поэтому оставим это и то, что каждая из местностей выбрала для себя. Абуджафр и Мансур сказали ему, клянусь Аллахом, если бы подчинился ты мне, я повелел бы это. Табини также проявили максимальную скромность, великую максимальную скромность, великую разборчивость и понятность. Книга по истории рассказывает, что Юнус ибн Абдул-Аля был одним из учеников имама Аш-Шафаи. На одном из уроков мечеты он не согласился со своим учителем, имамом Мухаммадом ибн-Идрисом Аш-Шафаи по какому-то вопросу. Да так, что рассердился, оставил урок и ушел домой. Ночью Юнус услышал стык в дверь своего дома и на вопрос, кто там, он услышал Мухаммад ибн-Идрис. Юнус сказал, я думал обо всех, кого звали Мухаммад ибн-Идрис, кроме Аш-Шафаи. И когда открыли дверь, я был удивлен. Имам Аш-Шафаи сказал, А Юнус, мы единогласны с тобой в тысячах вопросах. И нас разделяет один вопрос, А Юнус, не старайся выигрывать во всех разногласиях. Иногда важнее приобретать сердца, чем выигрывать в ситуации. А Юнус, неразрушай мосты, которые мы построили и по которым мы прошли. Возможно, нам они понадобятся для обратного пути. Всегда испытывай отвращение к ошибке, но не к тому, кто ошибся. Всем сердцем, пить тайны навести к ослушанию, но будь милосерден грешнику и прощай его. А Юнус, критикуй слова, но уважай сказавшего, ведь наш отцел устранение болезни, а не болного. Имам Аш-Шафаидас, милостивится над ним, Аллах сказал, «Люблю я праведных, хотя сам не из них, надеясь получить заступничество их и неприятными торгующих грехами, хотя и одинаковые у нас товары». Наши почетные ученые пошли по тому же пути, поэтому стали идеальными образцами, которым нужно следовать, чтобы надлежащим образом нести ответственность за религию Аллаха, правильно ее понимать, строго придерживаться ее морали и хорошо передавать ее всему человечеству мудростью и добрым увещеванием. О, Аллах, сделай нас из числа тех, которые прислушиваются к словам и следуют наилучшим из них. Это те, которых Аллах наставил на прямой путь, а не обладатели разума.